Привет, ребята, с вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня просто замечательный день, ведь я сегодня снимаю 24 часа челлендж. Причем все эти 24 часа я буду кушать вкусняшку. По крайней мере, я надеюсь на то, что это будет вкусняшка. Я думаю, вы уже в названии там прочитали, что я сегодня буду кушать на протяжении всех 24 часов. Космическая еда. Вы представляете, та самая еда, которую едят космонавты, астронавты, в общем, все те самые герои, которые отправляются в космос, покоряют эти непокоряемые лично для меня вершины. Я даже не знаю, как это назвать. В общем, еда для космонавтов это для меня что-то... Это что-то космическое. Это что-то нереальное. В общем, я просто в шоке от того, что я сегодня это наконец-таки попробую, потому что я никогда не пробовала еду из тюбиков. Это для меня что-то unreal из грани фантастики и так далее и тому подобное. В общем, я просто счастлива за то, что есть такие безумные челленджи на ютубе, как 24 часа кушаю какую-то непонятную странную вещь. Давайте уже смотреть, что же здесь. Я думаю, вам уже надоела моя болтовня. Открываем этот заветный сундучок. Вы просто посмотрите, как это все офигенски выглядит. У меня здесь очень много еды. Как вы понимаете, кстати, есть еще секретный один ингредиент, который я попробую чуть попозже. И мне сейчас нужно выбрать то, что я буду кушать на завтрак. Так, здесь есть творог с облепиховым пюре. Смотрите, творог с облепиховым пюре. Я думаю, это идеально подойдет. И еще что-нибудь. Тут есть какие-то консервы. Консервы. Ну, я думаю, это нужно будет оставить на обед и ужин. Хотя нет, давайте что-нибудь попробуем. Например, вот это. Я хочу в первую очередь прочитать состав, что же здесь находится. Итак, смотрим. Состав творог, масло сливочное, сахар, песок, облепиховое пюре, крупа манная. Боже, я не люблю манную кашу. Надеюсь, я не буду чувствовать ее. Крытую тубу использовать в течение 24 часов. Изготовитель Фегупы. Бирилевский экспериментальный завод. Производитель космического питания. Интересно, космонавты едят вот именно то, что я сейчас буду кушать? Или это чисто для нас таких вот экспериментаторов, которые хотят просто попробовать еду для космонавтов? Потому что, смотрите, тюбик уже какой-то весь погнутый, поюзный. Он мне такой прям и пришел. Я ничего не делала, я не открывала это все до того, как начала снимать видео, но оно уже все какое-то вот такое вот немножечко скомканно. И это на самом деле, ну, как-то не очень, мне кажется. Изготовлено, между прочим, 23 мая 2018 года. То есть, этому уже тюбику практически год. И через год он испортится. Скорее всего. Углеводов здесь дофигища, жиров дофигища, белков дофигища. Это 269 килокалорий на 100 грамм. И здесь 165 грамм в тюбике. И как это открывать? Здесь нету такой штучки. Наверное, это надо как-то вот так вот сделать. Смотрим, что же здесь. Блин, я вижу там уже какую-то жижку противного цвета. Давайте это все выдавим. Прикиньте, если бы я начала это есть сразу. То есть, мне бы в рот сначала попала вот такая вот жижа. Как хорошо то, что я очень подготовленный человек. У меня здесь есть вторая пиалочка спрятанная. Я правда, я не хочу вот этой мешать с тем, что дальше будет. Ну-ка подождите, подождите. Это вся водичка. Все, там уже вроде бы там что-то уже вылазит более-менее съедобное. Похоже на детскую неожиданность, если честно. Да ладно. Будем честны. Да, кстати, всем приятного аппетита. Кто сейчас кушает вместе со мной. Так, ну все, я оставлю немножечко этого творога в тюбике, чтобы прям попробовать поесть его как космонавт. В первую очередь я хотела вам показать, как это все выглядит. А выглядит это все максимально неаппетитно. Теперь давайте понюхаем. Пахнет очень кисло. Как будто это уже стухло. Это похоже на творог. Я чувствую облепиху, но при этом это очень кислое. Можно я сейчас Денису дам попробовать, потому что я не понимаю вообще. То ли это реально стухло, то ли это нормальный вкус. Я как бы люблю творог. Я вообще-то плю за творог. Я его очень сильно люблю, но без каких-либо добавок. Какая-то дичь. Нормально? Это облепиха только дает. Ребят, давайте я вам тоже немножечко дам ложечку одну. Со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что это действительно хороший творог, и просто у него был такой странный вкус. Как видите, баксик заценил. Распробовав это, я теперь понимаю, что в принципе это не так уж и плохо, как сначала показалось, но он очень-очень сухой, и не хватает какого-нибудь чаечка, кофеечка, сока. Блин, я совсем забыла, то что я хотела попробовать тюбик, творог из тюбика. Давайте посмотрим, как это делают настоящие астронавты. Когда ешь отсюда, это намного вкуснее. Ты, видимо, не видишь этого, и реально очень вкусно. Здесь прям не чувствуется этот запах. Ну, а теперь давайте попробуем. Вот это ассорти деликатесное. Надеюсь, здесь есть состав. Зря надеялась, его нету, к сожалению. Ой, что-то она прогнулась. Ой. Я надеюсь, я же правильно, да, открываю. Это же так открывается. Бакс, у меня не получается открыть. Ты мне поможешь? Как-то... О, ёканый бабай. И как это понимать, скажите мне, пожалуйста? Я не смогла открыть, мало того, что я не смогла открыть эту консервную банку, так как бы типа еще и вот такая вот ситуация. Я в космосе. У меня нету там никакой открывашки. Как я это должна сделать? Непонятно. Так, смотрим. Вроде бы там что-то открывается. Ура, ребята, мы это с вами сделали. Пахнет мясом, обычной какой-то тушенкой. Таким образом это выглядит. Здесь очень мало жира, но достаточное количество желе. Вот прям сверху видно, такая вот пленочка из желе идет. И насколько мне понятно и видно, здесь вроде бы как бы одно мясцо. Это курочка. Очень жаль, что нету никакого состава. То есть я сейчас ем, непонятно что. И мне от этого становится немножечко не по себе. Потому что люблю читать состав продуктов, которые я поглощаю, типа, но здесь, увы, об этом не позаботились. Я обязана просто здесь это все поковырять, чтобы вам было видно, что здесь происходит. Нет, ну это реально, это очень вкусно. Это прям деликатесная тушенка. Деликатесная астерзи, как там написано, но это обычная тушенка, просто очень хорошего качества. Я только что посмотрела, что находится в этом боксике, и там есть одно очень интересное тюбико. Короче говоря, там есть один очень классный тюбик, в котором находится, тадададам, вишневый яблочный сок. Это офигенно. Кстати, это единственная жидкость, которая здесь находится. Я взяла набор, который называется что-то типа стандартный набор космонавта. То есть этим набором космонавты питаются в течение суток. Как они это делают? Давайте смотреть, как выглядит этот самый вишневый яблочный сок. Он прям уже... О, нифига себе. Я чуть-чуть налью, а потом попробую попить это из тюбика. Просто хочу вам показать. Вот такого вот цвета, в принципе, стандартный цвет для вишневого яблочного сока. А сок, в принципе, прям реально водный. Друзья, добро пожаловать на мой мега поздний обед. Короче, я настолько сильно заснималась, что пропустила время обеда, время прикуса. И сейчас у меня будет обеда-ужин, потому что время 6 часов 23 минуты. Это, грубо говоря, пол седьмого. Но, по сути, у меня сейчас будет только обед. Но хотя у меня был очень поздний завтрак, поэтому, в принципе, это норма. Итак, слоник готов, баксик готов, я готова, я уже хочу дико есть. И я даже, наверное, соглашусь на все, что мне здесь предлагает это космическое меню. У меня здесь был борщец. Ух, это реально борщец, чтобы вы понимали. Прям с тарелочкой. Готово. И давайте открывать и смотреть, что же меня ждет на обед. Что же такое космический борщец. Открыли, и я уже вижу, что там какая-то непонятная жижка. Ой. Такого я точно не ожидала. Но это же не суп, это пюре. Ё-моё, я в шоке. Самый главный гурман, конечно же, уже готов. Смотрите, когда он видит ложку, он начинает нервничать и очень громко кряхтеть. В принципе, наверное, вы его слышите. Если слышите, я думаю, сто пудово слышите, сразу же извиняюсь. Но без него такие видео не снимаются. Иначе он устроит бунт, а бунт в семье, как вы понимаете, это плохо, потому что у меня еще и словно не сидит что-то. Так, берем, пробуем. Выглядит, конечно, отвратно, но это не значит, что это невкусно. Пахнет, в общем, пахнет столовкой, одним словом, просто пахнет столовкой. Нету какого-то запаха борща, нету, нету, нету. Надеюсь, что по вкусу хотя бы это будет борщ. Я прочувствовала мясо, очень много, как будто там каких-то таких вот штучек мясных, картошку и помидоры. Свеклу совершенно. не чувствую, но это же борщ, камон. Даже холодным это вполне себе можно употреблять в пищу. Все, борща больше нету, я его съела, давай смотреть, что тут у нас дальше есть. У нас есть пюре мясное и ассорти мясное и мясо в белом соусе. Воу, давайте вот это вот мясо-то в белом соусе с вами сейчас и затестим. Очень, оу, смотрите, как быстро открылось, офигеть. Выглядит очень даже неплохо. Интересно, где же здесь тот самый белый соус, потому что заявлено, как мясо в белом соусе, а выглядит пока что как просто самая обычная тушеночка. Дайте я понюхаю. Пахнет, точно так же пахнет, как и предыдущая консерва, которую я ела на завтрак. О, смотрите, она прям какая-то застывшая. я вижу, здесь очень много мяса, очень много жилехи и пока что жира практически не видно. Это самое главное. Это очень вкусно. Это реально очень вкусно. Прям деликатесный обед. Это прям офигенно. Я вам даже больше скажу, это вкуснее, чем то, что я ела на завтрак. Там, конечно, тоже было вкусно, но там было больше всякого жирка. И там была сорти. Здесь прям стопроцентная говядина. В общем, я думаю, вот эта вот пустая чашечка скажет все за себя о вкусовых, о вкусовых вкусах этого мяса. Идеально просто сказала. Итак, на самом деле я уже плотненько так наелась, но времени много. А у меня еще, по сути, потом ужин. Он будет, видимо, очень поздним. И чтобы вот он не был таким нажористым, как этот обед, давайте сейчас посмотрим, что здесь у меня еще есть и попробуем это поесть или хотя бы попробуем, смотря сколько в меня это влезет. Итак, у меня есть пора мясное и есть ассорти мясное. Баксюша, ты наглеешь, чувак, ты наглеешь. Ему очень понравился просто творожок утренний. Нельзя, Баксю. Ставьте лайк, у кого собаки такие же попрошайки, как у меня. Ну, а теперь давайте решим, что же мы сейчас попробуем. А попробуем мы, наверное, вот эту вот штучку. Нет, мы попробуем ассорти мясное. Еще одно, почему бы и нет. Есть так есть, как говорится. Открываем вот эту вот фиговинку. Ура, у меня получилось сразу же вскрыть эту консервную банку. Это просто успех. Выглядит на самом деле как-то странно. Вот эта вот белая фигня меня смущает. Я просто боюсь, что это, ну, гнильцо, гнильцо мясное. Ладно, давайте потрошить это и рассматривать, что же здесь нам положили. Я вижу много красного мяса, наверное, это говядина. Вот это вот белое мясо, наверное, это курочка. Ладно, я сейчас попробую. Честно, есть уже не хочу, просто попробую. Оно, знаете, как будто тушеное. Ну, то есть там была прям консерва, а это мясо, как будто его, не тушеное, я неправильно сказала, а как будто в духовке запеченное. Вкус запеченного мяса, прям вкус буженинки. Ай, обалдеть, я в шоке. Ну, а теперь я хотела вас спросить, как вы думаете, сколько стоил этот набор? Пишите в комментариях ваши предположения. Сразу же могу дать такую небольшую подсказку, то, что это было недешево. И тем, что я сейчас питаюсь, обычно на эту сумму, ну, я могу питаться точно неделю. Вот серьезно, неделю, вот, в легкую вообще, всякими разными вкусностями, причем, да еще и в кафешку, мне кажется, можно сходить. Короче, пишите свои предположения в комментариях, и за ужином я озвучу цену, которую я заплатила за этот бешеный набор. Это, надеюсь, от этого стоит, потому что у меня здесь есть такая интересная штучка, которую я попробую с вами вечером, и у меня на нее очень большие надежды, как у сладкоежки, кстати, как вы думаете, что это? В общем, я уже наелась, и не буду доедать это мясо. Я сейчас угощу им Дениса, я думаю, что оно ему понравится, я правда сильно объелась, у меня тут еще водичка есть. Не знаю, почему мне не дали воды, космонавты неужели не пьют воду? Ну, знаете, было бы прикольно, если бы мне дали бутылку с водой в этом комплекте, подарили бы, набор, но, как оказывается, воду космонавты не пьют, и в тубиках, и без тубиков, короче, не пьют, и нет. Все, ладно, встретимся с вами за ужином. И мы с вами плавненько перенеслись в вечерний вечерочек, знаете, честно говоря, я уже хочу есть, я уже реально хочу есть, я уже себе чаю налила, я почти пол кружки выпила, пока ждала, когда Денис настроит камеру, чтобы можно было снимать. В общем, сейчас 21.20, как бы поздновато, конечно, и на ужин у меня осталось самая интересная еда. Ну, во-первых, это, конечно же, пюрешечка, пюре мясное, и вот такой вот батончик. Ну, и самое главное, это, конечно же, ну, в общем, вы сейчас все узнаете, честно говоря, я немножко засыпаю, поэтому я могу очень сильно тупить, не немножечко тупить, а очень сильно тупить. Фу, вот она что-то как-то выглядит не очень аппетитно. Вена не выдавливается, по запаху пахнет пока что тоже не очень приятно. Ой, смотрите, что у меня произошло. Там как будто, знаете, что-то мешает. Она отсюда уже льется. Она реально отсюда льется. Пец, я в шоке. У меня даже салфеток нету, я не подготовилась. Я не ожидала, что пюрешка польется совсем из другого места. Так, я думаю, этого достаточно. мне нужны салфетки. Ладно, об себя. Вот это поворот. Я думаю, каждый хоть раз так делал. Ну, мне просто реально неохота вставать. Давайте заценим это нечто. Это пюре мясное. Я вам напоминаю, не просто пюрешка, а мясная пюрешка. Выглядит отвратительно. Это неплохо. Короче, баксик унюхал. По составу здесь все норм. Свинина, говядина, кислота лимонная. Блин, состав точно такой же, как у борща. Один в один. Вот это поворот. Ммм, и по вкусу практически то же самое. Бакс, ты меня пугаешь. Ты мне не даешь сегодня нормально поесть. У него никогда не было такого интереса к моей еде, как сегодня. На этом челлендже, когда я ем вот эту вот космическую еду. Чувак, ты, наверное, был в прошлом космонавтом. Мой Морс когда-то был космонавтом, и он просто учуял родной ему запах. Это какой-то бред. Мне кажется, он должен быть очень-очень вкусным. Выглядит это как-то так. Самая обычная такая, вернее, самый обычный батонтик такой, прям пэпэ. Честно, это вообще невкусно. Здесь есть орехи. Да, написано чернослив с орехами. Во-первых, это очень жестко. Во-вторых, какой-то странный привкус. Вот вообще странный. Ну, совершенно непонятно. Знаете, отдает каким-то какой-то землей как будто. Или как будто это все сожгли. Реально пахнет горелым. Это, мне кажется, самое невкусное из того, что я сегодня ела. Вот реально. Ну и теперь, ребят, мы с вами попробуем самый настоящий торт для космонавтов. Это просто офигеть. Смотрите, торт в тубе Москва. Он даже выглядит как кусочек рта. Вот так, посмотрите. И теперь вскрытие. Это туба с тортиком. Именно этого я ждала, когда же я попробую торт в тубе. Я больше всего хотела попробовать именно вот эту вот штуку. У меня здесь уже заготовлена тарелочка для моего мега-десерта. Давайте открывать и смотреть, что это такое. Она не открывается. Кстати, заметьте, хотела сказать, кстати, заметьте, другая упаковка. Здесь реально более усовершенствованная упаковочка. Давайте посмотрим, как это все будет выдавливаться. Но она не хочет выдавливаться. Надо быть реально космонавтом, чтобы есть еду для космонавтов, потому что она вообще не давится. Блин, это ангел вообще. О, я уже устала. Может быть, у меня, конечно, нету сил к вечеру, но что-то здесь не так. Здесь содержится коньяк. Жесть. Меня никто об этом не предупреждал. Факт остается фактом, то, что Москву я выдавить не могу. Это вообще невозможно. я вооружилась ножницами и я наконец-таки скрываю этот бешеный торт Москва. В общем, как-то так это выглядит. Я еще не видела. Вы первые смотрите в это адище. Но выглядит, кстати, как и вся еда, которую я сегодня ела. Очень похоже на детскую неожиданную. Причем, что такого цвета именно такого. В принципе, я думаю, мне хватит этого на чай. Для чая, вернее. Выглядит вообще не как торт. Пахнет. Если бы я не читала, что здесь коньяк, я бы, наверное, не унюхала его запах. Хотя здесь натуральный ароматизатор ванили. В общем, пахнет не очень, честно. Вот признаться, вот я насколько сладкоежка, а я безумная сладкоежка. Мне вообще сегодня очень трудно, потому что это первая моя сладость за сегодня. Не вызывает никакого аппетита. Ладно, давайте пробовать. Чувствуется очень много орехов. Очень много орехов. Ну и, наверное, перемолотые типа коржи. Как они называются в коржике? Коржи. В принципе, с чаем пойдет. Если не думать, что это стоит 600 рублей, если подумать, что это рублей стоит 10, как пироженки в их спайсе, тогда норм. Ну что, друзья, я сегодня отобедала целых три раза. Ну, как я сначала отзавтракала, потом отобедала, теперь я с вами вместе отужинала этой безумной едой для космонавтов. Честно сказать, я не то чтобы разочарована, теперь я знаю, что это и как это на вкус, если это реальная еда, конечно, для космонавтов, я бы не уверена, что именно это едят космонавты, но на сайте, на котором я это заказывала, все было заверено именно так. Я вам обещала сказать, сколько это стоило, этот набор стоил 6000 рублей, плюс еще я отдельно заказывала торт за 600 рублей, плюс еще доставка, то есть мне это все обошлось 7000 рублей, как я и говорю, на такую сумму можно вообще шиковать, питаться неделю одному человеку, но вот реально, мы, наверное, с Денисом на эту сумму в принципе покупаем продукты, ну вот, даже, наверное, на меньшую сумму мы покупаем продукты на неделю. Можно сходить куда-нибудь в кафешку, но в рестораны ты не пошукуешь, конечно, не походишь, а здесь я просто питалась на эти деньги целый день, я просто в шоке, но это реально было чисто ради эксперимента. Теперь я знаю, что возможно питаться едой для космонавтов, но это не очень вкусно, это очень дорого, и это очень странно, на самом деле, еще и проблемы всякие с открыванием у меня постоянно возникали, кстати, напишите в комментариях, пробовали ли вы еду для космонавтов, мне реально будет очень интересно. Но на этом этот безумный 24 часа челлендж подошел к концу, если он вам понравился, не забудьте поставить лайк под этим видео, просто поставьте лайк за то, что я пипец как сильно потратилась на такую непонятную еду, мне будет очень приятно. Ну, а я вас очень сильно всех люблю, приятного вам еще раз аппетита, я уверена, что вы что-то там хомячили вместе со мной. До скорой встречи всем, ну, пока-пока.